Дороги без ям – индикаторы благоустройства поселений. Перспективы строительства и ремонта дорог на ближайшие три года обсуждалась на встрече представителей инициативной группы жителей, председателей Совета многоквартирных домов с руководителями дорожной отрасли Подмосковья. На следующий строительный сезон запланировано отремонтировать 68 объектов, из которых 43 – дороги общего пользования, остальные 25 – дворовые территории. Конкретные адреса пока не утверждены. Для сравнения, в 2016 году в план ремонта включены 25 дорог и 46 – дворов. По оценке специалистов, объем работы выполнен колоссальный. Для достижения такого результата в районе были мобилизованы финансовые и технические ресурсы. В этом году мы сделали колоссальный объем работы, чтобы вы понимали. А 600 тысяч квадратных метров с лишним. Это практически семилетку выполнили за один год. Ремонтом дорог в районе занимались две компании. В поселениях общества с ограниченной ответственностью ТСК работы завершены. В Щелкове – общество с ограниченной ответственностью Титан. В адрес этой подрядной организации высказано замечание по технологии ведения ремонта. Из 26 объектов, отданных Титану, 10 дорог и 16 дворовых территорий. Фактически выполнено 5 объектов – улицы Миллиораторов, Ленина, Шмидта, Пушкина, Пролетарский проспект. По программе «Восстановление инфраструктуры военных городков» удалось заключить 32 муниципальных контракта на ремонт 7 автомобильных дорог и 46 внутриквартальных в Чкаловском Бахчеванджи подъездные пути к Звёздному городку улицы Юбилейная в Медвежьо-Озёрском. Задача минимум – ежегодно выполнять ремонт дорог не менее 5% от общей протяжённости. Она на сегодня составляет 585 километров. Меньше чем в прошлом году, но также внушительный объём выполнило предприятие «Мосавтодор», отвечающее за содержание региональных дорог. За сезон отремонтирован 41 километр из 237, что составляет 17% от общей протяжённости. В 2017 году «Мосавтодор» планирует восстановить 28,5 километра. «Планируем полностью закрыть укладку приведения в порядок автодороги Щёлково-Фрянова уже полностью до конца. Из общей сети пока уже на входе на следующий год мы готовы выполнить и подали заявки на 28,5 километров, что является 12% от общей протяжённости сети». Осуществляя контроль за выполнением дорожного ремонта, Главное управление дорожного хозяйства области прислушивается к предложениям администрации, поселений и жителей. Такая народная связь помогает службе учитывать запросы конкретных территорий. «Поселок Северский, директор Наталья Николаевна, я хочу про улицу Центральную сказать. У нас огромная протяжённость улицы, по ней ходит московский автобус 371-й. Здесь частный сектор, по ней ходят и музыкальные школы, школы, мамаши там при клинике уйдут, а тротуар там не предусмотрен абсолютно. Там вообще не... «Администрация, мы предложили пешком пройти, посмотреть, но еще, соответственно, подчеркнули, после чего, когда вы поняли решение». В дорожном коллапсе, сложившемся в Загорянском после открытия проезда большегрузного транспорта ГУДХ области, взяло обязательство разобраться в ситуации. «Судя по ситуации, это, безусловно, для начала уровень области, то есть мы изучим эту проблему более детально, я думаю, с помощью наших местных служб, и поймем, в общем-то, по согласованию с принципиалитетом, какой оптимальный путь решения данной проблемы может быть на самом деле. Потому что, я так понимаю, что достаточно большой объем работы по проектированию строительства объездного маршрута, надо детально изучить, но, в общем-то, к этому мы морально готовы, то есть и технически тоже». Предложения специалистов дорожного хозяйства и жителей поселений занесены в протокол по этим пунктам. Федеральное управление дорожного хозяйства подготовит предложение для включения в план выполнения.